Центральная часть города может поменять свой исторический облик. Городские власти взялись за обустройство оврага Засора. На днях там появился забор и строительная техника. По планам администрации в овраге должен вырасти значимый для города объект. Своего рода украшение к 650-летию города. Вот только в планы властей местных вмешались областные. Разрешения на строительство, как оказалось, нет. Дмитрий Житарчук с подробностями. Таким овраг Засора кировчане до сих пор не видели. Впервые за всю историю города в исторической части начинает меняться его естественный ландшафт. Располагается овраг Засора в самом центре города. Ограничен улицами Ленина, Горбачева, Герцена и Свободы. Решением кировских депутатов еще 1990 года признан памятником природы, в котором, цитата, зародился город. Более того, народные избранники еще 20 лет назад считали, что это территория не только исторической, но и экологической ценности. Прочитав документы тех лет, где подробно описывалась флора и фауна оврага, можно было подумать, что это оазис в самом центре города. Повсюду летом буйство зелени, березы липы тополя и щебетанье птиц. Здесь гнездились зяблики, камышовые дятлы и даже соловьи. Последние годы птицы здесь больше не пели, деревья толком не росли. Территория 20 лет в запустении. Вот и решили городские власти ее благоустроить. Появиться в овраге должен культурно-оздоровительный центр. Говорят, с велосипедными дорожками, искусственными, озерами и прочей красотой. Пусть будет так, говорят некоторые местные жители. Хотят перемен. Нет, овраг не надо. Тут безобразия много. Я сколько раз слышала, кого-то убивали. Нет, лучше стройку сделать. Или что-нибудь такое хорошенькое. Благородить надо. Но то, что тут строят торговые центры, тут снова что-то такое будет. Я считаю, что слишком много. Тут надо зону отдыха. Замглавы департамента экологии Андрей Чемоданов чувство прекрасного тоже не лишен. За благоустройство. Но по закону. А он сегодня, как выясняется, не на стороне застройщика. Овраг засора до сих пор имеет статус природоохранной зоны регионального значения. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы лишить овраг этого статуса. Такая практика есть. Если земля не несет уже какую-либо экологическую ценность. Но пока что городские власти права распоряжаться землей не имеют. Тем более, началась стройка без обязательной в таких случаях экологической экспертизы. И вне зависимости от того, будет впоследствии решен вопрос о снятии регионального статуса охраняемых природных территорий. Или не будет. Этот вопрос до конца еще не решен. Тем не менее, на сегодняшний момент, любые действия на данной особо охраняемой природной территории, не согласующиеся с законом, рассматриваются нами как противоправные. В администрации так не считают. По данным чиновников, у них все со всеми согласовано. Как все заметили, что в городе начались работы по благоустройству оврагов, расположенных в исторической части города. На сегодняшний день активная застройка ведется в квартале улиц Ленина, Горбачева, Свободы и Герцена. Здесь после всех необходимых согласований уже выдано разрешение на строительство. Тем временем, по факту незаконного освоения природоохранной зоны регионального значения, возбуждено административное дело. Областные экологи уверены, виновник должен понести наказание. В данном случае это штраф. Дмитрий Житрачук, Дмитрий Подлевских, Алексей Стахеев, Бюро новостей, Даючи. Дмитрий Житрачук, Дмитрий Житрачук, Дмитрий Житрачук.